Ну что ж, дорогие друзья, после хороших тренировок в hard surface, настала пора нам вернуться к скульптингу. И я должен вам сказать, что скульптинг невозможен почти что без мешей. Я объясню, что такое меш. Это заготовки для скульптинга в грубой форме. Делается сначала в редакторе, edit mode, причем разными способами, кто какое выбирает. Мы с вами попробуем все, все три, о которых я узнал, я их еще не знаю. И вот скульптинги, допустим, да, если мы скажем, ну вот так и нажимаем, новое. Это не сохраняем, идем. Сейчас откроем. И скажем сразу скульптинг. Он нам выводит уже в готовую сферу, из которой мы при, допустим, граф F увеличиваем. И можем здесь уже вот что-то такое вытягивать, да, формировать, сделать какую-то хрюшку. Потом ее... Ctrl, да, по-моему. Давно назад это Ctrl. Фигаство такое. Ну, в общем, вот маленькие какие-то фигурки, как я понимаю, их довольно-таки легко делать. Так, граф возьмем. Ctrl. Помягче. То есть, научившись работать с этими кистями, я пока еще не силен в них, как вы видите, да. То есть, вот есть такой способ работы. Но при больших объектах, скажем, мы решили сделать динозавр или человек-тар. Это уже становится проблематичным. Посему создаются так называемые меши. И этих мешей способов я видел три. Один из них брался куб, из него начинались вытягиваться фигурки. Да? Второе. Это брались вот такие полигоны. Плейн. И тоже из плейнов можно было тянуть что-то выделать. Но самый смешной и интересный для меня способ, это способ, когда, насколько я запомнил, подождите, я сейчас... Да не мешайся ты мне тут. Зачем мне сейчас камеру удалили? Это такой интересный способ, который я до этого не видел в других программах. Мы возьмем куб. И выделим все точки. Так. Объект. Edit Mode. Выделим все точки и скажем так. По-моему, Alt-M. И сказать, что коллапс нет. Коллапс? Попробую коллапс. Да. Коллапс. И вот здесь появляется одна единственная точка, которую, если мы сейчас, скажем, E, мы можем вытягивать. Ну, правда, тут для этого надо... Секундочку. Мы встанем сейчас в третью позицию, допустим. Да? Выделим. Точку, скажем, E. И вытягиваем вектор. Так. Опять говорим, E. Это Extrude. И вытягиваем вектор. И создаем вот такую вот фигурку. В общем, палка-палка-огуречек, создается человечек. И вот здесь, например, мы встанем, 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 встанем. Не забываем, не забываем E нажать. Так. А теперь вот здесь сделаем шею. В. E. Да что ж такое-то. Вот еще беда-то. Вот, допустим, такая шея. Вот. И голова. Так вот. И голова. Если мне не ошибается и не изменяет память, то здесь можно применить этот самый модификатор. Я не знаю, солидный. И тянуть его. Нет. Сейчас вспомню, я вам скажу. Так, убираем его. Так, какой-то модификатор должен здесь быть. Сейчас, секундочку. Так, я, кажется, вспомнил, что этот модификатор называется Skin. Вот он. Вот, видите. Вот. Я просто по новой сделал сейчас. Так. И вот эти вещи все, можно с ними работать. То есть. Увеличивать их можно, по-моему, так. Двигать, это понятно. Двигать. делать для них зеркальность и так далее. То есть, это вот один из способов. Потом можно превратить в мышь. Если он сразу не превратился. и вот таким образом создать человечка, допустим, да. Видите, вот он, за ним следует теперь. Теперь. Е. Вот. Сделать шею также. И голову. А потом из этого уже лепить. То есть, выправить, во-первых, все надо аккуратно это все делать. Ну, вот этот способ, мне кажется, довольно-таки интересный. Требует меньше затрат. Как бы, не надо так много вручную лепить. Поэтому мы, наверное, в следующем видео с вами на нем и остановимся. Который потом можно вывести скульптинг. Тут. Сделать у него, допустим, пять модификаторов. Пять этих. В общем, я предлагаю вам на этом способе интересном пока остановиться. И попробовать его. Да. Это мы с вами сделаем в следующем видео. А пока вот. Такая кракоябра. Ну, вообще, я сразу вам скажу, чтобы работать с такими объектами, скульптингами, да, надо много полигонов иметь. Это первое, да. Во-вторых, давайте мы сабдевайс это переведем. Сейчас вот сабдевайс перевели. Так. Так. Сказали ему. Еще я. Не работает? Квалид. Нет. Ладно. И вот теперь интересное кино. Ctrl-A. Видите? Можем грудь. Можем грудную клетку увеличить. Можем голову. Ctrl-A. Вот. Так сразу башку сделать. То есть, тут интересная штука такая, с ней можно заниматься. И мне это действительно интересно. как из этого сделать, допустим, человечка, да, или сделать какое-то животное и так далее. То есть, давайте мы этот способ с вами попробуем. 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 Продолжение следует...